День Птиц Ну, бесспорно, такое вот удивительное создание природы все-таки достойно того, чтобы иметь собственный праздник. Итак, тема нашей сегодняшней программы «Птицы и люди». Нам очень интересно, какие же птицы живут в вашей кормушке, в вашем скворечнике за окном. Звоните в студию 34 22 43, пишите в Вайбер, присылайте, кстати, свои фотографии и свои истории. А пока я спрошу у психолога Людмилы Тутыниной, чем она подкармливает весной своих пернатых друзей. Людмила, добрый вечер. Очень рада видеть тебя в нашей студии. Скажи, пожалуйста, у тебя вообще за окном есть скворечник? Наташа, ты знаешь, что за окном у меня нет скворечника, но у меня есть рядом озеро, где очень много голубей, уток по осени было, ворон. И вот весь Люд городской, Волотовской, ходит туда, вот как ради забавы, да, подкармливает этих птиц. И я не исключение. То есть ты любишь кормить птиц? Люблю. А чем подкармливаешь, вот интересно? Кашей. Какой? Манной? Ну, какая есть. Это может быть и овсяная каша, это может быть и манная каша, и рисовая, и гречневая, и хлебушка немножко. Им нравится. А тебе? Ну, мне этот процесс очень нравится. Они за мной так идут, сопровождают меня долго-долго. Я прогуливаюсь около озера. Это зрелище, надо сказать, одно из самых-самых приятных. Люда, а что ты за игрушку или погремушку или птичку, что ты принесла сегодня в студию? Наташа, у внука отняла. Сегодняшние встречи ради праздника. Наташа, послушай, пожалуйста, как оно звучит. Ну, просто в тему. Дорогие друзья, ну, мне кажется, это удивительно просто. Спасибо за эту весну в этой студии. Согласен, сегодня такая погода, что просто уже, не знаю, удивляться, радоваться. Да, закликаем. Дорогие друзья, мы уже, знаете, закликаем весну уже не первый, ну, не первый месяц, мне кажется. Но очень интересно, часто ли вы кормите птиц? Какие птицы живут в вашей кормушке, в вашем скворечнике за окном? Как вы заботитесь о птицах? Поэтому звоните в студию, пишите в Вайбер, присылайте фотографии, свои истории. А у нас в гостях, дорогие друзья, сегодня гости из Будокошелевского района. Народный фольклорный коллектив «Синички». Встречаем. Мы синички, веселые сестрички, любим песни спевать, весели потанцевать. Мы синички, веселые сестрички, любим песни спевать, весели потанцевать. Мы синички, веселые сестрички, любим песни спевать, весели потанцевать. На мужчинах завжды у хоры не хопает, там упримем усинку завитаем. Мы синички, веселые сестрички, любим песни спевать, весели потанцевать. Мы синички, веселые сестрички, любим песни спевать, весели потанцевать. Мы синички, веселые сестрички, любим песни спевать. Мы синички, веселые сестрички, любим песни спевать, весели потанцевать. Дорогие друзья, вот такие вот веселые синички. Сегодня у нас в гостях добрый вечер. Спасибо большое, что приехали на нашу программу. И я хочу сразу представить каждого из вас. Художественный руководитель «Синичек» Петр Дмитриевич Бобиков. Мне кажется, здесь не хватает вот этого. Участницы коллектива Мария Никифоровна Бобикова и Лариса Ивановна Евдочкова. Вы знаете, мы очень рады видеть вас сегодня на нашей программе. Дело в том, что не зря пригласили именно ваш коллектив. Ну, по понятным причинам, да, вот накануне Всемирного дня птиц, все-таки синички. И я уверена, что ваше название, Петр Дмитриевич, имеет какую-то свою интересную историю. Жаль, конечно, что не весь коллектив. Ну, у вас он большой такой. Ну, не большой. Давай передадим ему привет. Десять человек. Да, я всем своим участницам передаю большой-большой привет. Деревня Синичина Будокошелевского района. Издавна-издавна, испокон веков, наверное, славилась своими певуньями и своими музыкантами. 1989 год. Людмила Николаевна Стаховец, как говорится, пошла в народ. И вот собрала... Самых голосистых, да? В этом году мы будем отмечать 30-летие создания коллектива. А в этом году мы будем отмечать 25 лет присвоения нам звания народной. Ну, эти аплодисменты для вас. Я очень хочу передать привет и пожелание здоровья участницам первого состава наших синичек. Это Цибранкова Наталья Ивановна, которой уже 90-го. Вот 91-го. Ну, когда мы ее бываем, она еще поет свои песни. Это Гапонова Валентина Ивановна, это Лунькова Наталья Егоровна, это Лабушева Лидия Демьяновна, Лабушева Любовь Петровна, Лабушева Ефросиния Ивановна. Ну, в общем, все-все-все в вашей деревне передаем привет. Это все участницы нашего коллектива. Первые. Ну, название у вас просто замечательное. Синички, да. Ну, раз деревня Синичина, то естественно, и откуда? Синички и Синичина. Ну, не знаю, мне кажется, что это название еще связано, наверное, с птичками, которые там обитают. Вы знаете, да, старые люди говорили, что вот когда они то ли перелетали, то ли... Но когда они появлялись, они появлялись, их было очень много. А сегодня есть синички? Есть. Есть, сегодня видели. И сегодня я видел клеста, и, конечно, скворца, и даже чибисы уже бегают где-то возле луж там. Ну, сегодня, конечно, уже им будет... Вот этот сегодняшний день, конечно, будет очень трудно. Вот для этого, для этого мы сегодня и делаем нашу программу, чтобы все-таки люди подумали, да, о том, что птицам сейчас очень сложно. И сделали все, чтобы действительно помочь нашим пернатым... Ну, друзьям по-другому не назовешь, но я бы хотела вот обратиться к Ларисе Ивановне, вопрос, который вот мы задаем сегодня нашим зрителям. Я также хочу адресовать и вам. Вы вообще часто подкармливаете птиц? И, может быть, какие птицы живут в вашем скворечнике, в вашем дворе? Ну, знаете, скворечника у меня нету. Так. И птичек я, так вы сказать, и не кормлю. Ну, курок очень много. Ах! И кормлю. Ну, знаете, вот всегда как-то проблемно, когда вот растишь маленьких и не можешь выбрать правильно петушка. Лариса Ивановна, подсказываю, хоть мы живем в одной деревне, но, наверное, вот вы не знаете, и, наверное, редко кто замечает. Я вот на протяжении своих таких наблюдений многогодовых, значит, есть петухи, которые поют два слога. Кука. Это гул. Гул. Это вы просто не замечали. Да. Есть петухи, которые поют три слога. Ку-ка-ре. Да, есть такие. Но есть петухи, вот такие петухи. Честное слово. У меня было вот последнее время, ну, лет пять. Вы знаете, я, а он мне такой, к соседям мог забежать, на соседнюю улицу тоже забежать. И вы знаете, если он запел, я уже знаю, где он и знаю, где наши куры. Он поет ку-ка-ре-ку? Он поет, делает четыре слога конкретно. Ку-ка-ре-ку. Притом звонко. Притом так, что его не то, что куры слышат, а, наверное, и петухи соседские, которые его, кстати, побаивались. Спасибо. Буду выбирать петушка. Вот, научились, да? Наконец-то. Ку-ка-ре-ку. Дорогие друзья, ну, вот такая замечательная история и такие полезные советы. Людмила, да. Мне кажется, нам с тобой это очень даже пригодится, как и нашим зрителям. Ну, хотелось бы не нарушать традицию нашей программы. Мы очень часто устраиваем конкурсы. И сегодня, конечно же, наши вопросы будут посвящены птицам. Вы знаете, вот известная картина, которая символизирует весну. Я просто... На самом деле, этот вопрос подсказала Людмиле Тутынина. Она любит, как бы, рисовать и создает действительно настоящие шедевры. И вот картина, которая связана с весной. И вопрос. Я так подсказку сразу даю. Вопрос. Дорогие друзья, ответьте, пожалуйста, на вопрос. С прилетом каких же птиц начинается весна? Известная картина для этого, конечно же, служит подсказкой. Итак, 34-22-43. Мы ждем ваш телефонный звонок и ответ на вопрос. Я хочу обратить внимание, что на этот вопрос должны ответить наши зрители, а не участники в студии. Вот. И сегодня, конечно же, призы победителям предоставляет Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Вот этот пригласительный билет на двух человек на выставку художника и поэта Ивана Солодовника. Кстати, хочу обратить внимание, что работает этот художник в особой технике. Это письмо точками. Мне кажется, это будет интересно всем, тем более, что накануне выходные. Поэтому напоминаю, выставка Ивана Солодовника проходит в эти дни в Гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей. И билет, вот этот пригласительный билет, получит автор правильного ответа на вопрос при этом каких птиц начинается весна. Ну, так как принято у нас, по крайней мере, считать, о чем пишут художники. Итак, мы продолжаем нашу программу. Тема сегодняшнего эфира «Птицы и люди». Я вот хочу поговорить с моими гостями в студии. Людмила, вот смотри. Птицы, они вот очень часто вдохновляют художников, они вдохновляют поэтов, они становятся какими-то символами счастья, символ мира, да, вот в разных культурах. И даже, согласись, есть народы, которые преклоняются вот птицам. Обожестляют, да, все правильно. Вот как ты считаешь, почему такая роль у птиц в нашем обществе, в нашей жизни вообще? Потому что птицы, так же, как и кошки, и собаки, и все домашние животные, да, они рядом с нами. И они живут, и мы их не замечаем. Но у них совершенно другая роль. А какая роль? Они умеют летать. В отличие от той же самой кошки, от той же самой собаки. Да, эти животные очень преданные, но они не умеют летать. А люди, люди по своей, как бы, жизни, да, они ведь не только, что называется, телесные существа, они еще и духовные существа. И им очень хочется летать. Вот это ощущение полета им дают птицы. Смотрите, сколько у нас есть песен, да, журавли, да, про лебедей, сколько, про лебединую верность, да. У нас есть целый конкурс, сейчас я в России, да, смотрела, синяя птица. У нас буквально на днях будет гастролировать ансамбль «Синяя птица». То есть почему берут эти названия? Да потому что символ птицы, это символ всегда полета души. И свободы какой-то, да. Полета души, свободы. Вот в связи с этим, Наташа, я бы хотела показать одну книгу, принесла ее с собой. Может быть, оператор бы ее поближе бы показал. Книга называется так. «Парите вместе с орлами». Написал ее Билл Ньюман. Это одна из самых лучших книг-мотиваторов. Почему? Здесь автор говорит о том, учитесь у природы, учитесь у орлов. Какие они преданные, какие они чистоплотные, какие они красивые, какие они сильные и так далее. Не поленитесь, найдите в интернете. «Парите вместе с орлами». Билл Ньюман. Спасибо, Людмила, спасибо большое за этот совет. Я уже говорила о том, что птицы, они часто становятся символами, героями художественных произведений. А что с точки зрения психологии означает рисование птиц? Ну, очень часто человек, опять же, та же самая тема, что человек хочет выйти за пределы вот этого материального мира. И хочет прикоснуться, выйти за пределы самого себя и выйти в горний мир, может быть. Вот в этот вот, тот там, где нету вот этой вот плотности. Ведь очень многие хотят летать, я думаю, что самолет изобрели те, кто смотрел на птиц и им завидовал по-хорошему, что я хочу летать. В психологии, если человек рисует птицы, очень часто говорит о том, что или человек зажат, как птичка в клетке и хочет выйти. Или наоборот, он просто подтверждает, вот как на этой книге нарисован орел, подтверждает свой статус, что я вольная птица. Еще хотела сказать, что очень много произведений, помните, Горького, да, где есть и Буревестник, да, и Сокол, очень много произведений. В разные времена художники, поэты, музыканты обращались к этому символу. И на сегодняшний день это продолжается. А вот вы обратили внимание, что у нас на столе стоит такая небольшая статуэтка, кстати, это тоже принесла Людмила. Мне кажется, сейчас вот такие изображения появляются очень редко в наших квартирах, в наших домах. Ему, наверное, уже несколько десятков лет, да? Нет, Наташа, ты знаешь, что интересно, эта статуэтка привезена с Украины, с курорта Трусковец. Это совсем недавняя поездка. Я хочу сказать, что когда я увидела, это напомнила, вот, просто ностальгия по старым-старым добрым временам, и, конечно же, прикупила. Орел, посмотрите, какой красивый символ, правда? Так что... Ну, то есть, Людмила, вот скажи все-таки нам, почему человеку необходимо общение с птицами, скажем, настоящее общение, и что в принципе, вот как пернатые влияют на наше духовное состояние? Знаешь, Наташа... Это можно вообще словами как-то передать? Можно, можно, можно. Ну, вот я говорила там о позывах души и так далее, и так далее. Но можно сказать, все гораздо проще, да? Птицы — это наши друзья, да, которые рядом, которые красиво поют, красиво летают. Можно просто, наблюдая за ними, наслаждаться, радоваться их прилету, радоваться их отлету, улету-прилету, да, там, радоваться выводку, да, вот этим утятам маленьким. Это часть нашей жизни, и как мы радуемся маленьким детям, да, или как мы радуемся каким-то успехам наших близких. То же самое мы можем смотреть, наблюдать за птицами в природе, и то же самое испытывать. Это часть нашей жизни, это не какая-то очень далекая, она очень близкая. Как вот вы сказали, курочки да петушки, да, часть нашей жизни, да и скворцы рядом, да, и вороны наглые, да, и голуби — это часть нашей жизни. Спасибо, Людмила. У нас есть телефонный звонок, будем надеяться, что это ответ на вопрос. Я хочу напомнить вопрос, дорогие друзья, с прилетом каких птиц обычно начинается весна. Добрый вечер, вы в прямом эфире, давайте познакомимся с вами. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Татьяна. Татьяна, скажите, пожалуйста, знаете ли вы с прилетом каких птиц обычно начинается весна? Ну, я думаю, это жаворонки и скворцы. Жаворонки и скворцы. Ну что ж, это хороший вариант ответа, но у нас был несколько другой, да. Давайте так, вот скоро в этой студии появится орнитолог, и он рассудит все-таки, правильно вы ответили на вопрос или нет. Хорошо? Спасибо вам большое за этот звонок, аплодисменты для вас. Хорошо пою. Дорогие друзья, если у вас есть свой вариант ответа, с прилетом каких птиц начинается весна, пожалуйста, звоните в студию 34 22 43. Сегодня призы победителям предоставляет Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Это пригласительный билет на двух человек на выставку художника и поэта Ивана Солодовника. Итак, у меня есть еще один вопрос для наших синичек. Вот как нам вообще на Будокошелевщине принято встречать птиц весной? А мы гукаем их, как сказать по-белорусски. И вы гукаете, все гукают. Ну-ка покажите, как вы это делаете. Жавороночки прилетите, весну красную принесите. Весну красную принесите, ну а зимочку заберите. Дорогие друзья, вот такой замечательный коллектив свинички. Сегодня на Беларусь 4 мы продолжаем прямой эфир. Вот как подкармливать правильно птиц весной? Кто станет пернатым брендом Гомеля? И как вообще принять участие в чемпионате по фотобердингу? Об этом сразу после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете, это не случайно. Для тех, кто только что включил телевизор, напоминаю, что тема нашей сегодняшней программы «Птицы и люди». Наш телефон в студии 34 22 43. У нас сегодня конкурс. Как раз-таки вопросы про птиц. Один из первых вопросов – это с прилетом каких птиц начинается весна. И у нас есть телефонный звонок, мне подсказывает ответ на этот вопрос. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Ну, у меня не такое мнение, что прилетают весна начинается с буслов. С кого еще раз? С буслов? Спасибо большое за такой вариант замечательный. А как вас зовут? И она сегодня-то завалилась, уже богато накопилась на дереве. Три годы. То уже третье дерево. Дети мои делали там. Ушел. Ой, вы знаете, что... Спасибо вам большое. Спасибо большое. Буслы. Вот такой вот вариант ответа. Единственное, я не успею не познакомиться мы с нашим телезрителем. Но, вы знаете, вот это не тот вариант ответа, который есть как бы у нас в наших ответах. Подождем сейчас орнитолога. Совсем скоро он появится в этой студии. И все-таки разберемся, кто же победил. Но спасибо вам большое. Мне очень нравятся такие активные наши зрители. Кстати, дорогие друзья, если вы хотите, так же, как и Синички, стать участником или, например, зрителем нашей программы, оставляйте, пожалуйста, свои заявки в нашей группе ВКонтакте. Группа «Добрый вечер! Гомель» — это прекрасная возможность узнать анонсы следующих передач, высказать свое мнение о нашем проекте, предложить интересную тему для обсуждения, кстати, в этой студии. Именно здесь, в нашей группе ВКонтакте, вы сможете найти в записи все наши прямые эфиры. Ну, мы продолжаем прямой эфир. Сейчас впереди у нас еще увлекательные конкурсы. А пока я хочу пригласить в студию председателя Гомельского отделения, общественной организации «Ахолоптушек Батьковшины». Роман Хлебин у нас в гостях. Встречайте, пожалуйста. Роман, добрый вечер. Очень рады видеть вас в нашей студии. Присаживайтесь, пожалуйста. У нас все-таки споры, так как кто же первый прилетает, да. Вариантов много. Мы уже и подсказку дали нашим зрителям, что, в принципе, была картина такая известная, да, вот, которая ассоциируется у всех еще и с детства с приходом весны. У нас был вопрос, с чего начинается весна. Да, с чего начинается весна. Вот, может быть, так. С прилета каких птиц, дорогие друзья? Мы ждем еще один вариант ответа и попробуем... У нас есть телефонный звонок, мне подсказывает. Добрый вечер. Как вы считаете, с чего начинается весна? С прилета каких птиц? Добрый вечер. Весна начинается с прилета птиц-грачей. Спасибо. Вот именно такой вариант ответа есть и у нас. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Анастасия. Анастасия, ну что ж, мы поздравляем вас с победой. Скажите, пожалуйста, вы уже повесили кормушку у себя за окном? Прилетают к вам птички? Да, да. Серьезно, как вы видели уже вот ваши кормушки, скворечники? Ну, зачастую там голуби. А так и синички бывают, и воробушки бывают. Ну что ж, спасибо вам большое. Вот этот пригласительный билет на выставку гомельского художника Ивана Солодовника. Получаете вы этот билет на двоих человек. Кстати, хочу обратить еще раз внимание наших зрителей, что работает этот художник в особой технике. Письмо точками. Будет всем интересно. И в данные дни, вот в данный момент эта выставка проходит в гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей. Ну, а мы продолжаем наш разговор. Видите, вот Роман, только хотела с вами побеседовать, кто же прав. А вот остальные зрители, они в принципе правы? Вот можно ли сказать, что это те же птицы, которые символизируют это? Ну, ближе всего был тот зритель, который назвал Скворцов, потому что тоже они одни из первых вестников весны. А вот грачи последние годы, как-то вот теплые зимы были, они даже перестали от нас улетать, поэтому уже немножко мы отвыкли воспринимать, наверное, как первых вестников весны. А вот жители, допустим, Витебская или Москвы, да, наверное, все-таки грачи пролетели, это для них начало весны. Ну, вы знаете, вот главный вопрос, какие птицы к началу апреля или вот к концу марта уже возвращаются на Гомельщину? Вот можно ли сказать, вот назовите нам, кто уже прилетел, кого уже можно увидеть? Ну, в самом начале марта уже к нам вернулась Белая Тресогузка. Это маленькая такая красивая птичка, ее можно часто встретить вдоль дорог, по берегам водоемов. Вот она, наверное, самый такой первый вестник весны. Вот, опять же, на прошлой неделе под Гомелем видели стайки скворцов. То есть они уже прибыли в наши края, и, соответственно, несмотря на то, что мы видим за окном снег, весна уже идет полным ходом. Вот, кроме этого, орнитологи также наблюдали уже и жаворонков. Песен мы их пока что не слышим. Ученые уже определили, что самые первые жаворонки уже прилетели для того, чтобы занять свои гнездовые квадраты, чтобы выбрать самые лучшие места и уже готовиться строить гнезда. Ну, конечно, наверное, одним из символов наступления весны для нас является Белый Аист. И тоже Белый Аист уже активно направились с теплых краев в нашу сторону. Вот наша телезрительница все-таки была права, да, которая и про Белого Аист правильно ответила. Ну, да, они обычно прилетают, ну, может быть, не в числе самых первых, но в первом десятке это точно. И вот в Брестской области уже есть факт того, что Аист вернулся, сел на гнездо и начал ремонтировать гнездо. В Гомельской области пока что такая информация вот с Лельческого, Житковского района приходит, что тоже туда Аисты потихоньку прилетают. Ну, и вот в интернете было много информации про то, что много Аистов застряли из-за снежной бури в Украине. И, наверное, через несколько дней, когда погода станет лучше, они все дружно и группы к нам прилетят. Может, и хорошо, что застряли, действительно, потому что что бы они делали сегодня, конечно же. Вот мне интересно, на Буду Кошелевщине Аистов видели уже? Нет, пока еще нет. Пока нет. Но гнездо их ждут. Гнездо очень много. Очень много. В каждой деревне по два-три гнезда, это точно. Вы знаете, мы сделали подборку снимков с птицами, которых гомельчане уже повстречали в окрестностях Гомеля вот за последние недели, и которым посчастливилось угодить вот в объективы фотокамер подписчиков и администратов группы «Фауна Гомеля» ВКонтакте. Итак, в Гомеле, в районе Осавцов, местные жители видели недавно серую неясыть. Правильно я называю? Правильно. Так, Роман, вот насколько вообще-то редкий случай, когда вот сова появляется в городе? Я попрошу, чтобы режиссер показал эту фотографию. Ну, на самом деле, да, серая неясыть такая крупная сова, которая обычно избегает близкого соседства с человеком, но совцы это уже такая окраина, поэтому, может быть, там она себя чувствует достаточно и комфортно. А из сов часто в черте города можно увидеть другой вид сов, это ушастая сова, она немножко меньше размером, такие характерные ушки имеет. Я думаю, многие горожане видели эту птицу, они больше приспособились к жизни рядом с человеком, они перебираются в город, потому что, во-первых, находят здесь комфортные условия для жилья, то есть шум их не беспокоит. Зато есть парки, много старых деревьев, где можно загнездиться. Кроме этого, здесь есть чем питаться, на частных подворьях мышки бегают. То есть сова, в принципе, любят, да, горожане, и это место обитания. Вы знаете, вот в Лотове гамильчанка Нина Лукьяненко статографировала такую птицу, которая называется мохнатый конюк. Мохноногий конюк. Мохноногий конюк. Вы же поправляете, да, потому что я же не орнитолог. Еще по-другому называют эту птицу конюк-земняк. Это хищник, да? Да, это хищник. Он у нас чаще всего земляком и называют, потому что наблюдается зимой, вид более северный. Ну, зимой вот они как раз к нам спускаются сюда, где потеплее. Обычно очень часто их можно увидеть в окрестностях Гомеля, сидящих на проводах вдоль дорог, где они мышкуют на полях. А в город он прилетел, потому что в Алтае очень много кормушек люди вешают. И он тоже прилетел на кормушку, только семечки ему не интересны, ему интересны те птички, которые прилетают клевать эти семечки. Ну, и, конечно, самый удивительный случай, который просто всполошил в феврале весь интернет, это снимки гомельского фотографа и блогера с аистом, который не улетел зимовать, представляете, остался под Гомелем в окрестностях Рандовки. По-моему, Роман, наши зрители, вот они до сих пор переживают, вот, кстати, этот аист, вот так его в феврале запечатлели. Вот, Роман, наши зрители очень переживают, известна ли вообще судьба этой птицы, именно этого аиста? Нет, судьбу этого аиста мы не отслеживали, но я предполагаю, что если он смог продержаться зиму, то вот эти небольшие морозы, которые сейчас пришли, он тоже переживет. Вот, сейчас вообще такая наблюдается тенденция, что не все аисты улетают на юг, последние годы были достаточно теплыми. Остаются обычно либо те аисты, которые были как-то травмированы, либо это поздние птенцы, которые не успели набрать вес. Если раньше погодными условиями была, наверное, все-таки обеспечена гибель, то сейчас некоторые из них вполне успешно выживают. Я думаю, не зря этот аист возле Рандовки встречается, там городская свалка, и, скорее всего, где-то там он находит себе пропитание. Роман, давайте не нарушать традиции нашего конкурса. Вот все наши зрители уже ждут от вас вопрос. Я знаю, что вы принесли даже удивительный приз для победителя. Давайте сначала про приз, что получит автор правильного ответа на вопрос. Да, в качестве приза я взял сегодня с собой определитель птиц. Птицы Белоруссии и Литвы, 380 видов птиц, которые встречаются в наших странах. Это абсолютно новое издание, книжка вышла в конце прошлого года, почти ни у кого еще ее нету. То есть это практически у наших зрителей она появилась. Эксклюзивчик такой, да. Первое. То есть это, как знаете, можно выяснить, какой грипп ядовит и какой нет. Здесь можно определить, какая птичка чем питается. Да, здесь можно увидеть все птицы, которые встречаются в Белоруссии, а также еще некоторые виды, которые, допустим, встречаются в Литве, но до сих пор Белоруссии не встречали. Но это только значит то, что мы рядом живем, просто может у нас их еще и не заметили. Ну, я вот смотрю, Людмила уже прям захотела такую книгу в свою библиотеку. Людмила, ты извини, но эта книга достанется нашим телезрителям. Итак, автору правильного ответа на вопрос. Какой же вопрос, Роман, мы сегодня зададим? Вот, ну все мы знаем, что аисты улетают зимой на юг. Так. А вот вопрос будет такой. А в какую страну улетает аист? И просьба такая, назвать самую далекую страну, куда улетают наши белорусские аисты. Дорогие друзья, здесь зимуют белорусские аисты. Самая далекая страна, в которую они улетают. 34-22-43. Звоните, кто первый правильно ответит на вопрос, получит вот такую книгу «Определитель птиц» от нашего орнитолога, сегодня который у нас в гостях. Ну, мне подсказывают, что у нас есть телефонный звонок, но, наверное, это зритель, который позвонил чуть раньше, пока мы объявили конкурс. Давайте послушаем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, Наталья, и гости студии. Это Герасим, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас с Днем Птиц. Спасибо. И хочу вам подарить себе творение. Я не крылат, я не летаю, и птиц для клеток не ловлю. Я их в полете наблюдаю, и с ними мысленно парю, и вас, друзья, я призываю. Берегите птичек, пусть они поют, любите их, как я их обожаю, без них сады не расцветут. Посмотрите на полеты журавлей. Души предка у них кричат. Не стреляйте в верность лебедей, пусть они, как ангелы, кружат. Птица жить не может без свободы, как поэт не может без стихов. Гомельчанин, ты, конечно, царь природы, так не держи ты в клетке соловьев, послушай пение чиничек и сделай домик для скворцов. Спасибо вам. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, Герасим, спасибо за это чудесное стихотворение. Герасим, а у вас уже есть за окошком скворечник или какая-то кормушка, и прилетает ли туда птичка? Всегда кормушка есть, да. Каких вы птиц уже наблюдали вот сейчас в эти дни? Синички, снегири. Снегири тоже были зимой. Да, я тоже, кстати, этой зимой видела очень много снегирей. Скажите, а может быть вы попробуете Герасим? Герасим, наверное, пошел кормить синичек, я так думаю, за окном. Спасибо большое за этот телефонный звонок. Вот, кстати, насчет снегирей. Это мне так повезло и Герасиму, или они действительно как-то вернулись в город? Ну, очень много, прям стаями этой зимой видела. На самом деле, снегири никуда не исчезали, может, просто до этого не меньше обращали внимания. Просто не было внимательно, да? Да, вот. Ну, в этом году, да, снегирей несколько больше, чем обычно. Ну, это потому, что в этом году и зима чуть более настоящая, чем последние три года. И, мало того, суровая зима в этом году была чуть севернее в России, в северных областях Белоруссии. И когда зимы суровые, снегири, и у нас встречаются не только снегири, которые из окрестных лесов прилетают, но и перебираются к нам снегири из соседних областей, более северных, где им трудно добывать пищу. Спасибо, Роман. Вот, вы знаете, дорогие друзья, у нас есть сообщения в Вайбере, самые разные. Вот, например, Алина, она написала, что у них в школе проходила акция «Птица на кормушке». И школьники делали кормушки. Старшие классы вешали их на территории школы, и не только. А вот на днях сами школьники ходили и кормили птичек. Ну, Алина, прекрасный поступок. Эти аплодисменты для вас и для ваших одноклассников. И мне кажется, всем нам нужно просто взять пример. Вот с вас и ваших друзей. Мария Петровна спрашивает, можно ли по птицам определить погоду. Может быть, вы сможете ответить на этот вопрос. У вас есть какие-то приметы? Нет, но обязательно птица. Прилетел, вот я уже, кстати, Роман видел, чибиса бегает. А он бегает обычно по лужам, уже расставшим. То есть он бегает по окраине лужи. То есть лужи уже появились на полях. На полях. То есть вот предвестница весны, птица, чибис. Он уже бегает полностью. Ну, а вы наверняка как-то погоду определяете по птицам? Кто-то ниже летит, кто-то выше? Это, наверное, по ласточках обычно определяют. Если ласточки летят низко, значит, будет дождь. Если высоко, значит, солнечная погода. Ну, вот, в принципе, в деревне оно так и происходит. Спасибо большое. А что скажет все-таки орнитолог Роман? Можно на самом деле как-то определить по птицам погоду? Вот спрашивает Мария Петровна наша. Или это все домыслы? Ну, отчасти какая-то, да. Какая-то в этом правда есть. Но, допустим, про ласточки я абсолютно согласен. Перед дождем мошка опускается ниже. И ласточки еще какой-то согласен. Все имеет объяснение, оказывается. Все имеет такие объяснения. Опять же, да, птицы чувствуют, может быть, где-то лучше нас изменение давления. Мы еще не почувствовали то, что идет грозовой фронт. Они почувствовали. Они ищут укрытие, они куда-то пытаются спрятаться. Вот, ну, всякий ли человек определит в этом изменение в погоде. Ну, орнитолог, наверное, определяет это, но с научной точки зрения. Не обязательно. Спасибо. Вы знаете, Роман, есть от Стаса очень интересный вопрос в Вайбере. Чем полезны скворцы? И действительно ли скворцы умеют разговаривать и копировать человеческую речь? Ну, я такого не слышала никогда. Ну, скворцы полезны, как и большинство птиц, тем, что вредители уничтожают в садах, на полях. Вот. А про то, что разговаривают, на самом деле, да, скворец такая уникальная птица. Некоторые даже говорят, что у нее нет своей песни, что она исключительно занимается подражательством другим птицам. На самом деле, да, 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 скворец сможет скопировать практически любую птицу в своей песне. Спасибо. Вы знаете, у нас есть телефонный звонок. Интересно, кому достанется эта книга «Определитель птиц». Добрый вечер, вы в прямом эфире. Скажите, есть ли у вас ответ на вопрос, где же зимуют белорусские аисты? Как вы думаете? Добрый вечер. Добрый вечер. Я думаю, что аисты из Белоруссии улетают куда-то, где пожарче, в Африку. То есть ваш вариант Африка? В Африку. Африка большая, а конкретнее? Ну, конкретнее, думаю, что там есть. Давайте, предположим, ЮАР. ЮАР. Ответ на 100% верный. А, ответ на 100% верный. Ну что ж, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Как вас зовут? Роман Яковлевич. Роман Яковлевич, ну вы наш победитель. Вот эта книга «Определитель птиц» с автографом, я думаю, наш в орнитолога обязательно теперь окажется в вашей коллекции. Спасибо. Спасибо. Но если вы еще не пожили трубку телефона, скажите, вы вообще, как складываются ваши взаимоотношения с птицами? Вот готовите ли вы кормушки и каким-то образом поддерживаете ли их весной? Они прилетают на балкон, вот, и голуби прилетают, синички прилетают, воробьи прилетают, кушают. Кормите? Ну, бывает такое, да. Бывает и такое, ясно. Ну, я уже у вас выиграл, как-то бабульки у вас там выступали, и надо было им название. Вы придумали название? Да. И выиграли наш приз? Да, я скушал вкусный там пирог. Клюквенный был, да. Клюквенный, да, было дело такое. Спасибо вам. Спасибо. Вот эти аплодисменты для вас, как для нашего постоянного телезрителя. Дорогие друзья, 342243, конкурс продолжается. Есть еще один пригласительный билет в Гомельский дворцово-парковый ансамбль на выставку художника и поэта Ивана Солодовника. Дорогие друзья, вопрос очень простой. Попробуйте, пожалуйста, на него ответить, какая птица носит название танца. Итак, 342243. Ну, а мы продолжаем нашу программу. И сейчас хотелось бы, Роман, поговорить о пернатом символе Гомеля. Это очень важная акция, сейчас она проходит в Гомеле. Расскажите, для чего домельчане выбирают пернатый символ Гомеля? Во-первых, таким образом мы хотим привлечь внимание к нашему городу. Еще ни один областной центр в Беларуси не имеет своего пернатого символа. И мы хотим, чтобы Гомель был первым областным центром, который выберет такую птицу, которая стала бы пернатым символом. Хорошо. И как же идет голосование? Кто вошел в финальный список кандидатов? И когда мы узнаем, когда... Это 6 кандидатов. Голосование пока что идет не очень активно. Оно проходит на сайте газеты Гомельские ведомости. Но вот в ближайшее время, ко дню птиц, мы добавим еще несколько площадок для голосования. Мало того, мы пойдем в народы на некоторых городских мероприятиях. Мы будем раздавать бюллетени, где можно будет проголосовать за птицу символ. То есть, таким образом, я думаю, что мы немножко активизируем этот процесс. Давайте назовем этих птичек. Вот мы сейчас их показываем. Да, да. Вот они тут у нас на слайде. Это ушастая сова, про которую мы сегодня уже разговаривали. Это два вида синиц. Большая синица и обыкновенная лазаревка. Кроме этого, в список кандидатов попал обыкновенный дубонос. И наша горькая... Знаете, я когда увидела дубонос, я в жизни не назвала его обыкновенной. Такая необыкновенная птица. И наша культурная гомельская галка, которая живет на колоннах Гомельского драмтеатра. А, культурная. Вот это самое важное слово. Мне кажется, это интересный выбор. И скажите, когда же определится победитель? Мы планируем подвести итоги голосования 21 апреля. То есть, мы продлили немножко голосование, чтобы больше людей смогло проголосовать. В этот день у нас в городе пройдет чемпионат Республики по Фабердингу. И прямо на этом чемпионате мы планируем объявить окончательные итоги. Ну, вот, кстати, в тему есть у Олега вопрос. Как принять участие в этом чемпионате по Фабердингу? По Фабердингу все очень просто. Есть сайт Аховы Ктушать Батьковщины Птушки Орг. Так. Вот. Там есть ссылка на форму, которую можно заполнить. То есть, стать участником? Да, да, заполнить заявку. И потом 21 числа в 10 часов, по-моему, начало будет прийти в Гомельский парк. А месте, где будет старт до чемпионата, мы немножко позже сообщим. Спасибо. Люда, а ты когда-нибудь пыталась сфотографировать птицы? Или ты только рисуешь? Наташ, я сижу, у меня такое возмущение. А почему наши волтовские птицы не участвуют в конкурсе? У нас там волтовские голуби, вороны, утки. Куда их? Ну, это вообще городские птицы, которые, да, вызывают много вопросов даже. Просто это те виды птиц, которые встречаются в других городах. Все-таки вот кандидатов мы отбирали как бы на круглом столе с учетом мнения специалистов по маркетингу, бренджингу, архитологов. Роман, вы очень неправы. Наши вороны. Это самые лучшие вороны. Мы выбирали тех птиц, которые бы отражали еще где-то и уникальность нашего города. Потому что, ну, утка-кряква, она очень, да, отличная птица. Ну, она везде есть, как в каждом населенном пункте практически. Ну, я не знаю, вот если есть... А вот та же мухоловка-белошейка, которую я почему-то упустил, когда назывался я кандидатов, она уникальна именно для нашего города. И специально фотобердеры проезжают из Минска, из Гродно, из других городов Беларуси в Гомельский парк, чтобы сфотографировать мухоловку-белошейку. Ой, спасибо вам большое, Роман. Вы знаете, у нас есть телефонный звонок. Наверное, ответ на вопрос, какая же птица носит название танца. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте познакомимся с вами. Как вас зовут? Наташа, добрый вечер. Добрый вечер, как вас зовут? Значит, меня зовут Рем. Так. Рем — это я выступал, то есть считал стихотворение прошлой передачей. Так. А там присутствовала с аккордеоном Ква. Так. Ква — это Королева Валентина Александровна. Так. А я Рем Романькова Дарвих Михайловича. Очень рада слышать вас в нашей студии. Вот, и поэтому у нас такой творческий дуэт сложился. Но я хочу вам предложить стихотворение про аистов. Я живу на даче. У нас через дом есть гнездо такое на столбе телеграфном. Это такие труженьки, это такие птицы, это такое, в общем-то, счастье, которое есть у нас с вами. Мы только должны понаблюдать. Но дети, детеныши, таких не сыскать еще послушных. Они вот маленькие, они в гнезде сидят, никуда совершенно не улетают и слушаются своих родителей. А как аисты и все остальные птички делают гнезда? Это же вообще без сквоздя, без топора, без ничего на долгие-долгие годы. Вот сколько они прилетают. Спасибо. Аисты, я знаю, 9,5 тысячи километров летят белорусские от нас. 9,5 тысячи, представляете? Наверное, больше даже. И первый выводок аистов должен сопровождать вожак. Я, мне уже, знаете что, Наталья, 83-й год. И за это время я только два раза увидел, как улетают аисты на юг. Значит, какой-то есть, не знаю, сигнал, какой-то есть вожак, какие-то есть устройства, которые они передают и принимают. Но утро начинают кружить молодые аисты, вот эти первого полета, над всеми дачами прощаются, как бы, с домом своим. Потом вверху уже прилетают, не потом, а раньше прилетают остальные и кружат по часовой стрелке. Там их очень много и очень высоко. Когда эти распрощались уже со своим домом, они летят, поднимаются ввысь, и весь этот круг аистов уходит дальше. И опять они созывают, опять они приглашают молодня. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, а вы уже видели аистов, которые вернулись домой? Которые вернулись, конечно, замечаю. Но сейчас им еще рано. Спасибо. Я вам хочу сказать, что возвращается вожак. Возвращается вожак, самый сильный. Вот, он где-то на неделю... Очень активный наблюдатель за птицами. Раньше в свое гнездо определяет и ждет, пока, и ждет, пока прилетит аист тихо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, мы можем так до утра с вами разговаривать про аиста. Вы хотели прочитать нам стихотворение. Так вот, я читаю. Наташа, я читаю. Улетают аисты на юг. Так. Закружили свой прощальный круг. Помахали ласково крылом. До свидания, наш родимый дом. До свидания, реки, берега и родные, милые луга. Путь у нас далекий, непростой. Проживем его вдвоем с собой. Так своей подружке говорил. И детей он тоже научил. Подниматься в небо высоко. Не бояться в жизни. Ничего. Вот опять вернулись в отчий дом. Молодые вывели птенцов. Ну, а старые родители вдвоем проживают рядом под кустом. Улетают аисты на юг. Почему такой конец печальный, что под кустом? Ну, понимаете, вот даже люди, люди у себя в квартире, живет невеста, живет там сын, живет другая семья. Спасибо вам большое. Мы попробуем сами. Спасибо большое за звонок. Скажите, пожалуйста, из-за этого стихотворения, скажите, пожалуйста, у вас есть ответ на вопрос, какая птица носит название танца? А варианты какие? В какой есть у вас? А варианты какие? Вариант ваш. Когда будет вариант, звоните 34 22 43. Спасибо вам большое за этот звонок. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Видите, вот сколько у нас любителей, да, птиц готовы о них рассказывать часами. Итак, мы говорили про пернатый символ, про фотографирование. И сейчас вот немножечко прервемся на рекламу. И сразу после рекламы, дорогие друзья, вы узнаете, как же правильно делать скворечники и чем кормить птиц в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Дорогие друзья, сегодня на Беларусь 4 у нас поют «Синички». Еще раз аплодисменты. Народный фольклорный коллектив из Будокошелева. Кстати, именно Будокошелевский район стал местом, где появился уникальный фестиваль скворечников. Это, кстати, еще одна добрая традиция праздника весны на Будокошелевщине, когда местные жители, когда народные умельцы устраивают фестиваль-конкурс на лучшие скворечники. Сегодня у нас в гостях участник фестиваля скворечников. Это Виталий Валерьевич Карпинский. И один, вы знаете, из организаторов фестиваля-председатель Гусевицкого сельского совета депутатов исполнительного комитета Будокошелевского района Артем Сергеевич Гришай. Вот такие замечательные гости. Добрый вечер. Мы очень рады видеть вас в нашей студии. Я знаю, что вы приехали на нашу программу, что говорится, с корабля на бал. У вас там горячая пора. Все готовятся к фестивалю скворечников. Правильно я понимаю? Да, действительно. Сегодня на территории Гусевицкого сельсовета прошел отборочный этап районного фольклорного праздника фестиваля скворечников. Было представлено более 20 работ. Это народные умельцы, местные жители. Активно включились депутаты сельского совета депутатов. Наша конкурсная комиссия отобрала 10 работ, которые их представят на районном этапе в городском поселке Уаровичи, который пройдет 5 апреля под эгидой Будокошелевского районного совета депутатов. Ну вот сейчас мы можем наблюдать фотографии скворечников, которые были на одном из прошлых фестивалей. Вот так посмотрите, какая атмосфера. Мне кажется, достойно аплодисментов. Посмотрите, здесь не только скворечники, здесь люди. Люди просто удивительные. Вот дальше мы продолжим разговор о скворечниках. Обязательно нас научат сегодня их правильно делать. А мне подскажут, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. И, наверное, это ответ на вопрос, какая же птица носит название танца. Давайте познакомимся. Говорите, пожалуйста. Меня зовут Надежда. Надежда. У вас есть вариант ответа? Да. Какая птица носит название танца? Чечетка. Чечетка, все верно. Вот эти аплодисменты для вас. Ну и, конечно же, пригласительный билет на выставку художника и поэта Ивана Солодовника, которая проходит в эти дни в Гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей, также достается вам. Скажите, у вас уже скворечник есть за окном? Пока нету. Ну вот, тогда внимательно смотрите нашу программу дальше. И, я думаю, вы научитесь правильно кормить птиц и строить для них правильные домики. Итак, дорогие друзья, вот мы продолжаем наш эфир. Скажите, пожалуйста, вот такие скворечники, которые сегодня представлены в нашей студии. Виталий Валерьевич, сколько таких домиков вы уже смастерили в этом году? Ой. В этом году еще только два. А что такое ой? Сколько всего? Я думал, вы хотите спросить, сколько всего в своей жизни? Очень много. Очень много. И какие птицы обычно живут в таких дворцах? Ну, вы знаете, я живу в частном доме, поэтому нам достаточно интересно, когда мы их с сыном развешиваем, наблюдать, как скворцы их обхаживают. Такой интересный процесс. Мы скворечники развешиваем парами, чтобы на одном дереве было два скворечника. И вот интересно, как вот... Почему парами? Вот я первый раз такое слышу. Ну, как-то вот у нас такая местная... Традиция такая? Серьезно? Ну, вот где-то прочитали, что когда две пары рядышком находятся, как-то им более интересно... Роман, вы можете как-то объяснить такую традицию? Да нет, наверное, сугубо Будда Кошелевская. Будда Кошелевская. Будда Кошелевская. Имеет свое личное пространство. А, то есть вы как... Кости ходят. А, вот так вот. Но, видите, вот наш Роман-орнитолог, он советует все-таки вешать один, да, скворечник? Ну, дело в том, что, например, если уже так говорить, как Роман, да, будем спорить с орнитологом. Дело в том, что в скворечниках у нас вот живут, получается, две пары скворцов. Но у нас облюбовали гараж, и у нас вот под шифером, ну, где-то приблизительно 10 пар скворцов. То есть их не смущает соседство вот такое близкое. Плюс у нас еще в одном месте они под крышу забрались. То есть у нас, в общем-то, вокруг дома очень много скворцов. И это достаточно красиво, интересно. Плюс у нас ласточки еще любят раскачиваться на проводах где-то по 20 птиц. Потом начинают выстраивать домики. То есть у нас так достаточно интересно. А в окно на кухне у нас видно, как пролетают аисты. Ну, я знаю, что, Виталий, я знаю, что вы не случайно приехали с Артемом Сергеевичем вместе, потому что вы, как бы, скажем так, два человека, которые имеете непосредственное отношение к фестивалю скворечников. Вот мне, знаете, интересно, что, по каким вообще критериям соревнуется Артем Сергеевич? Вот люди, которые делают эти скворечники, которые устраивают мастер-классы. Значит, ну, в первую очередь будут изготавливаться, будет проходить конкурс скворечников со всей территории района. Их будет более 150. И, соответственно, будет еще проходить мастер-класс по изготовлению скворечников из своего материала. А также конкурс весенних обрядовых песен «Закличик». «Заклички»? Да. Может, и вы знаете какую-то «Закличку». Вот это было бы здорово. Давайте поаплодируем, попросим, а? Ну, пожалуйста, Артем Сергеевич. Так, Артем Сергеевич, подпевать будете? Хорошо, договорились. «Весла красна, заждались тебя». Приезжайте 5 числа в городской поселок Уваровича. Сами увидите, может быть, даже и... Поучаствовать можно будет, да? Ну что ж, дорогие друзья, вот 5 апреля в Уваровичах в Будокышевском районе состоится фестиваль скворечников. Скворечников, пояс, это уникальное вообще событие, уникальное мероприятие, это настоящий праздник весны. Поэтому, вот как вы видите, нас всех только что туда пригласили. Мы хотим еще пригласить ремесленников. Если есть какая-то тематика, обыгранная с птицами, очень было бы замечательно. Я представляю Гусевицкий сельский дом культуры, директор дома культуры. Одновременно у нас открылся центр ткачества. Я думаю, тут уже в средствах массовой информации очень было это рассказано. И вот мы таких птичек на фестиваль подготовили. А это будет логотип такой фестиваля, скажем, да? Нет, это не логотип. Мы просто от Гусевицы приготовили. Вот таких у нас уже их много. И вот такую рубашечку, на которой написано «Я люблю Гусевицу». Но, может быть, кто-то захочет вот такие приобрести. Ну, и неплохо было бы иметь в нашей программе такую. Да, конечно. Но мы приглашаем, конечно, ремесленников. Если приедут, смогут, конечно, реализовать свою продукцию. Я думаю, будет интересно. 2016 год показал, что это было интересно, занимательно, весело, задорно. Поэтому приглашаем, а это передаем вам Наталья. А это нам, да, в нашем музее. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, Гусевицы, Будокошелевский район ждут всех, у кого есть скворечники, кто готов поделиться своим ремеслом 5 апреля. Ну, а сейчас мы приступаем к самому важному моменту нашей программы. Давайте научимся делать скворечники. И вот я бы хотела задать важный вопрос. Каким должен быть скворечник? Какие самые важные должны быть в нем детали? И, в принципе, какие ошибки мы чаще всего допускаем, когда его где-то неправильно размещаем или неправильно, может быть, делаем? Ну, нужно вообще необходимо сказать, что в 2016 году, когда был организован фестиваль скворечников, было представлено очень большое количество скворечников в самом нестандартном, нетрадиционном виде. У меня 10-летний сын делал в виде скрипки, например, которая заняла первое место. Я ему только чуть-чуть консультативно помогал. Вот. Поэтому было направление для привлечения внимания, чтобы детей больше привлечь. Сделать это необычно, интересно. В этом году я уже наблюдаю, что мы уже все-таки возвращаемся к традиционным скворечникам. Ну, вот мы здесь представили несколько, которые были сегодня у нас на отборочном этапе, чтобы показать. У нас, конечно, большое разнообразие, но мы просто привезли те, которые уже были. Вот этот скворечник, который традиционный, с одной вот такой вот ножкой и с такой вот... Да, да, да. Единственное, видите, сделали декупаж, и поэтому вот необходимо сказать, это, конечно, вот для красоты. В общем-то, может, торнитолог поправит нас. А вот давайте, Роман, скажите, это не вредит, скажем, птицы прилетят в скворечник, который вот такой яркий? Нет, ну это скорее, как его можно использовать, как арт-объект или как какой-то момент привлечения внимания к птицам. Конечно, птицы, чем натуральнее и проще, тем им... То есть вот эти два варианта, они более подходят, да? Они более натуральные. Вот этот, наверное, больше всего, хотя здесь сделано, как и кормушка. Но я скажу, что вот те... Получается, в Будокошелевском районе проводился в 16-м году, а на территории Гусевицкого сельского совета проводился и в прошлом году. Мы проводили фестиваль, и скворечники развешали в парке возле Дома культуры. Я скажу, знаете, ну мы же наблюдали, нам интересно было, мы только повесили, это было 4 апреля прошлого года. Сразу же стали скворцы кружить и в раскрашенные поместились, расположили свои гнезда. Но, скажем, по указанию или как по требованию, все-таки очень яркая окраска привлекает... По крайней мере, в Будокошелево привлекает. Я имею в виду, привлекает более хищных птиц, поэтому не рекомендуется. Но я все-таки, да, склоняюсь к тому, что это чистое дерево, причем внутренняя поверхность не должна быть остругана. Вы видите, это оструганная поверхность, чтобы птенцы могли цепляться лапками, было им удобно выходить из уже отверстия. Очень часто отверстия делают маленькие. И вот на сегодня, который был отборочный этап, тоже показал, что хотя вот вроде бы и информируем, показали, что очень маленькая. Какое должно быть такое? Я сейчас расскажу. Было меньше 2 сантиметров, но это для очень маленькой птички. Да, но вообще получается для скворечника 5 сантиметров, но в скворечниках же могут проживать и другие птицы. Поэтому 2 сантиметра 8 миллиметров, так вот, до 3, такие вот бывают, и побольше до 5. Вот. На некоторых, вот видите, здесь синтетические материалы используются. В принципе, если они используются для декорирования, то замечательно, можно. Но если используются именно один пластиковый, то это, конечно, и я полагаю, орнитолог меня поддержит, что все-таки отпугивает. Плюс некоторые декорируют скворечники, и мы тоже наблюдали вот в ходе фестиваля, что очень красиво выжигают. Поэтому очень все замечательно. Или прорезают вот эту дырочку методом именно выжигания. Вот. И также, я думаю, организморгинг все-таки поддерживает, что отпугивает запах сам по себе горелой древесины. Вот. Поэтому хотелось сказать, чтобы был полностью экологичный. То есть, ну, я не скажу, что это образец. А мы сейчас вот уточним у Романа. Роман, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, какие ошибки чаще всего делают люди, которые вот хотят привлечь, покормить птиц, сооружать для них скворечники, а птицы туда-то не летят? Вот почему чаще всего так происходит? Ну, чаще всего это, да, выкрашенный какой-нибудь яркой краской скворечник, причем краска какая-нибудь там акриловая или что-нибудь такое. То есть красиво, но не вкусно. Да, да, где птицы жить не будут. Иногда размещение влияет. А вот, кстати, Константин в тему задает вопрос, почему в наш скворечник не залетают птицы, повесили на грушу, на самую верхушку. Может быть, неправильно, что на верхушку? Это отверстие маленькое. Это надо смотреть. Да, надо смотреть. Может, просто тех птиц, которые могли бы там жить. Жить. Просто в окрестностях очень много. Анна задает вопрос, чем можно и чем нельзя кормить птиц. Что подскажете? Вот, например, в эту кормушку что можно... Ну, тут для каждой птицы по-хорошему то разное меню должно быть. Есть птицы у нас, вот скворцы, допустим, они насекомоядные в основном птицы, и поэтому... Что вы предлагаете? В принципе... Скворцов, то есть не накормишь кашей, да? Кашей их не накормишь, да. Хорошо, а в скворечниках что надо посыпать, положить, хлебушек? Ничего не надо, птицы сами все найдут, сами все принесут, сами все обустроят. Серьезно? Вот видите, дорогие друзья, даже я об этом не знала. Была готова скворечники срочно насыпать ту овсяные крупы. Я бы еще краешек летка отбил бы, может быть, металлом, чтобы хищники не могли... Нет, 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 именно краешек летка можно обить металлом, чтобы, допустим, хищники не могли его раздолбить, там достать... А, вот, очень хороший совет, вы согласны? Да, и еще вот есть тоже один существенный момент. Вот у нас, получается, скворечники возле сельского Дома культуры уже висят вот несколько лет, с 16-го года, с 17-го года. И это необходимо знать и понимать, когда скворечник делается, что необходимо, чтобы или была съемная крыша, или на петельках сделано дно, чтобы можно было его почистить. Потому что каждый год, вы понимаете, идет засорение определенное, и птицы, конечно, выбрасывают. Ну, вот, как по рекомендациям, прочитали мы именно, когда скворечники готовились к изготовлению, что именно необходимо, чтобы можно было перед прилетом массовым птиц подправить их, откинуть донышко или снять крышу, прочистить и опять собрать. Спасибо большое. Виталий Альбович, а что за такой вот удивительный рушник сегодня вот в нашей студии? Давайте мы покажем его зрителям, давайте поддержим наших гостей из Будокошелева. Этот рушник связан с весной, вы видите первая птичка. Вот она, птичка, так. Ну, вообще, я скажу, я представляю центр ткачества Будокошелевского района, который открыт при Гусевицком, сельском Доме культуры. И вот этот рушник, это соткан на ткацких станках, которые размещены именно в центре ткачества. Ну, здесь целый сюжет такой, да? Да, здесь целый сюжет. В связи с тем, что весной начинались танцы, среди девушек и юношей, они в танце находили свою пару, своего суженого. И таким образом, вот, понимаете, периодичность, цикличность жизни здесь прописывалась. Посмотрите, сначала маленькая девочка, сейчас я объясню, почему. Маленькая девочка выросла в красивую девушку, нашла своего суженого, которого хорошего, такой парень. Вот, появился первенец, работящий муж, заботливая мать. Появились еще детки, ну, время идет, идет. Ну, и в конце концов, здесь уже бабулька с внучками. Я, правда, не знаю, куда Ольга Николаевна Берещенко, руководитель любительского объединения с детками, подготавливая этих код. Почему же она деда забыла? Я даже не знаю. Наверное, уехал на... Где-то потеряли в дороге, наверное. ...канал четвертый, вот, для съемки. По всей видимости, вот, Наташа. Спасибо вам большое. Главное здесь птица, да? Да, хочется вот так, ну, обратить внимание, но, как бы, на это очень редко обращаюсь, что в июне есть какой-то определенный период, неделя, когда, вот, как говорят, бедному жениться, так и ночь как коротка, как раз самые короткие ночи. И вот, если посчитать с июня месяца, она как раз, мы плавно выходим на конец марта, именно когда рождаются дети. Такой жизненный цикл у вас на этом ручнике, связанный с птицами. Второе именно создание семейного союза было уже после уборки хлеба, и поэтому дети уже плавно в начале лета. Ну, это большинство. Поэтому птица, она символизирует вот такое вот зарождение детей, ну, и вообще цикличность жизни. Символ очень сложный, очень интересный. Но, видите, у нас куколки вот такие вот готовятся в центре ткачества. Приглашаем приезжать. Спасибо. Я думаю, что будет интересно. Спасибо большое. Спасибо нашим гостям из Буды Кошелева и нашим финичкам. И нашим уважаемым гостям, которые в нашей студии. Дорогие друзья, вы знаете, вот есть одно сообщение от Леонида. Я бы хотела им закончить нашу сегодняшнюю программу. Без человека в городе птицам не выжить. Но мне кажется, вот судя и по рушнику, и по скворечникам, и вообще по нашему сегодняшнему эфиру, мне кажется, в принципе, людям без птиц не выжить. Поэтому, вы знаете, впереди два выходных дня, мне кажется, это прекрасная возможность смастерить скворечник или какую-то кормушку. И, вы знаете, наслаждаться пением птиц за окном каждый день. Это был еще один Добрый вечер Гомель с Натальей Волонес. Дорогие друзья, если вы хотите стать участником или зрителем нашей программы, оставляйте, пожалуйста, свои заявки в нашей группе ВКонтакте. И группа Добрый вечер Гомель – это прекрасная возможность у нас узнать анонсы следующих передач, предложить интересную тему для обсуждения в этой студии. И здесь, именно здесь, в нашей группе ВКонтакте, вы всегда можете найти все выпуски прямых эфиров Доброго вечера Гомель, нашей передачи. Ну, а на сегодня все. Я желаю всем хороших выходных и до новых встреч в прямом эфире.